Листая второй том В памяти группы Дятлова Объявил сбор средств На сканирование уголовного дела И пообещал дать потом Пайщикам по копии скана Деньги были собраны Сканирование произведено И с пайщиков один я Поделился с общественностью Тем, что мне прислали А прислали мне не совсем то Что остальным Представители фонда Зная, что я поделюсь копией скана С общественностью Сделали все, чтобы затруднить это Они предоставили мне скан В виде запароленного PDF файла Таким образом я Желая кому-то передать этот файл Должен был бы передавать и пароль Конечно же PDF был мною распаролен На что ушло некоторое количество усилий Ну, взломан, грубо говоря Свой же PDF я должен был взламывать А из PDF Я вытащил составляющие его файлы изображения Дабы предоставить Опять же Общественности Сканы Однако Если текстовые сканы Уголовного дела Были в хорошем качестве То фотографии Прилагаемые каждому из томов В конвертах Оказались предоставлены В ухудшенном качестве Не позволяющим рассмотреть Снимки в подробностях Кроме того Описания к этим снимкам Были даны в виде Современного текста Набранного в текстовом редакторе То есть подлинники этих подписей Не предоставлены Что наводит на мысль О выборочности Присланных снимков При этом я не знаю В каком качестве И количестве Достались фотографии Другим пайщикам Ибо, повторюсь Никто из них Не выложил Свою копию Скана в сеть Справедливости ради Отмечу Что текстовая часть Первого тома Уголовного дела Однако не полностью С пропусками листов Была с миру По нитке Собрана И выложена И ранее В упорядоченном виде В рамках проекта Хибина файлы И полученный скан От фонда По сути Лишь дополнил Уже имеющиеся листы Эта совмещенная копия Получила именование УД Уголовное дело От Хибина файлов Именно она Сейчас лежит На многих сайтах До публикации Уголовного дела На Хибина файлах Материалы уголовного дела Циркулировали В детловеческой Среди Келейна В виде отрывочных Сканов Когда один детловец С просьбой Держать рот На замке Посылал Как величайшую Ценность Другому детловеду Несколько листов Актов Судебно-медицинской Экспертизы К счастью Порочный Круг избранности Хотя бы В доступности Уголовного дела Удалось разорвать Второй том До сканирования В складчину И последующей Моей публикации Его в сети Известен не был Поныне Второй том Почему-то Мало востребован Исследователями В нем Содержатся Разные Расписки О получении Вещей Служебная Переписка И тому подобное Этот том Наблюдательный А заглавлен он Как наблюдательное Производство Я хочу сейчас Полистать его И отметить Некоторые Любопытные Данные Оттуда Лист Второй Относится К закулисью Поисковых Работ И показывает Насколько Важно Было Отыскать На месте Аварии Все Биологические Останки 3 марта Авиазаказное Письмо Директору Всесоюзного Научно-исследовательского Института Криминалистики Прокуратуры СССР Профессору Товарищу Голумскому С.А. В феврале Сего года В Свердловской Области Произошло Чрезвычайное Происшествие В районе горы Атартен Погибла Группа Туристов В составе 9 человек В результате Поисков Производившихся 27 февраля По настоящее время Удалось Обнаружить Трупы 5 человек Причем 4 трупа Были обнаружены Свободным Поиском Так как Были заметны На местности И только Один Труп Обнаружили Путем Прощупывания Местности Стальными Двухметровыми Щупами В настоящее время Можно уверенно Предполагать Район Нахождения Остальных Трупов В долине Двух отрогов Хребта Площадью 30-50 гектаров Однако Из-за плотного А в ряде случаев Очень глубокого Снега Трупы До сих пор Не обнаружены Колоссальные Затраты Средств На поиски Могут В дальнейшем Еще возрасти Если Поисковые Группы Не применят Каких-либо Новых Методов Обнаружения Трупов Следует Заметить Что Применение Миноискателей Не дало Результатов Так как Трупы Полураздеты И не имеют Относительно Массивных Металлических Предметов Нам известно Что В одном Из планов Работы Всесоюзного Научно-исследовательского Института Была включена Разработка Прибора Искателя Захороненных Трупов Причем Принцип Работы Основан На свойствах Ультразвука Имелись Устные Сообщения О положительных Результатах Работы Опытного Экземпляра Этого Прибора Учитывая Создавшееся Положение И посоветовавшись С комиссией По поискам Обкома КПСС Мы считаем Очень полезным Испробовать Работу Такого Прибора В поисках Прошу Вас При наличии Возможности Положительно Решить Этот вопрос Прокурор Свердловской Области Государственный Советник Юстиции Третьего Класса Энн Клинов Конец Цитаты И так Нужен Ультразвуковой Прибор Для поиска Трупов Кроме того Упомянуты Это лишь Третье Марта Колоссальные Затраты Средств На поиски Эти затраты Продолжатся По мае Включительно А колоссальность Их Очень любопытно Было бы Оценить В числах Поисковики Туристы Получали Командировочные Манси Тоже Получали Деньги В сутки По 500 Рублей По старому Курсу На 4 Человека Получали Или нет Солдатики Курсу 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 Отзывы Отзывы Об опытном Об образце Но Не располагает Так Не располагает Листаем Страницы Далее 4 И 5 Листы Тоже Очень Интересны Это Расписки Курсу Курсу Уголовного Кодекса Действующего В 59 Году Такова Сопротивление Отдельных Граждан Представителям Власти При Исполнении Ими Возложенных На них Законом Обязанностей Или Принуждения К выполнению Явно Незаконных Действий Сопряженные С насилием Над личностью Представителя Власти Лишение Свободы На срок Не ниже Одного Года Сопротивление Власти Не сопряженные С насилием Лишение Свободы Или Исправительные Трудовые Работы На срок До 6 Месяцев Или Штраф До 500 Рублей Конец Цитаты Либо Могла Быть Статья 78 Это Похищение Повреждение Сокрытие Или Уничтожение Официальных Или Частных Документов Из Государственных Учреждений В целях Препятствования Правильному Разрешению Дел Или Вообще Деятельности Учреждений Лишение Свободы На срок До 1 Года Если Те же Действия Были Совершены В отношении Особо Секретных Или Особой Важности Государственных Документов Лишение Свободы На срок До 3 Лет Конец Цитаты Выводы Делайте Сами И Попробуйте Сами Расшифровать Какая же Статья Стояла Изначально Лист 6 Уголовного Дела Расписка Игоря Кривонищенко О получении Им фонарика И фотоаппарата Его брата Георгия Юрия Кривонищенко Отсюда Узнаем Номер Фотоаппарата Зорький 488 797 Со штативом Есть И другие Расписки Игоря Кривонищенко Но Сейчас Речь Не о них Лист 17А Написано Фотопленка Из Фотоаппарата Зорький 486 963 Таким Образом У нас Только По второму Тому Есть Уже Два Серийных Номеров Фотоаппаратов Дятловцев На листе 17Б Написано 488 797 Зорький Пленка Номер 1 Штатив Прикручен Идут Три Кадра Конец Цитаты Вопрос Где Эти Три Кадра В полученном Мною Уголовном Деле Есть Они Или Нет Из Явной Неполноты Скана Я не знаю Ответ Наконец На листе 17В Написано Из Фотоаппарата 551 49 293 Вот это То Что На листе На листе Может быть Это Надписи На конвертах Я не знаю Налицо Неполнота Скана И вот Где Эти Кадры Из Фотоаппарата 551 492 39 Я Не знаю О каких Кадрах Идет Речь Ладно Но У нас Уже Накопилось Три Разных Серийника Фотоаппаратов На листе 42 Мы узнаем Подробности Про эти Фотоаппараты Зоркий Со штативом С разбитым Светофильтром Номер 488 979 Заснято 34 кадра Зоркий 486 963 Заснято 27 кадров Царапины Ремень Оборван И приписка Слоб Что скорее всего Означает Слободин Зоркий 551 49 239 Приписано Дятлов В скобках Зоркий Слободин Вероятно Составитель документа Не знал Кому Приписать Какой Фотоаппарат На листе 45 Появляется Четвертый Фотоаппарат Номер Фотоаппарата Кривонищенко Несколько Перепутан Ну да ладно А строка Внизу Вопрошает Чей Аппарат Номер 552 46 43 Лист 46 Дает Ответ На этот Вопрос Распиской Фотоаппарат Зоркий Номер 552 46 43 Равно Как Фотоэкспонометр Ленинград Принадлежали Игорю Дятлову На листе 73 Расписка Из коей Явствует Что Зоркий Номер 486 963 Принадлежал Слободину Остановимся И соотнесем Фотоаппараты С владельцами По данным Уголовного дела Зоркий Номер 486 963 Слободин Зоркий Номер 552 46 43 Дятлов Зоркий Номер 488 979 Кривонищенко И Зоркий Номер 551 49 239 Знак Вопроса По словам Поисковика Брусницына Из первого Тома Уголовного дела 25 Февраля Поисковики Принесли В лагерь Из палатки Три Фотоаппарата Эти фотоаппараты Упомянуты На обороте Пятого Листа Первого Тома А именно Номер 488 979 Во втором Томе Приписан Кривонищенко 486 963 Во втором Томе Приписан Слободину 551 49 239 Знак Вопроса Чей фотоаппарат Не упомянут Чей фотоаппарат Не принесли Поисковики Из палатки Фотоаппарат Дятлова Оставим В стороне Вопрос Почему И вспомним Другое Что в мае Вместе С трупом Золотарева Тоже Был Найден Фотоаппарат Его номер Ни в одном Из томов Уголовного Дела Не указан Итого Если Раньше Документально Отслеживаются Четыре Фотоаппарата То в мае К ним Прибавляется Еще и Пятый Золотарева Также На листе 14 Первого Тома Упомянут Некий Зоркий Серийный Номер Неизвестен Что значит Неизвестен Стёрт Напильником Что ли Закрашен Стал Известен Позже Юдин Тогда Приписал Этот фотоаппарат Слободину Как бы ни было По материалам Первого И второго Томов Однозначно Вычисляется Количество Упомянутых В этих Томах Фотоаппаратов Их По меньшей Мере Пять Можем ли мы Выжать Из документальных Данных Большее Количество Фотоаппаратов Или найти Кому Принадлежал Фотоаппарат Зоркий Номер 551-49-239 Привлечем К рассуждениям Фотографии Сделанные Дятловцами Во время Похода Небольшое Отступление Судя По материалам Уголовного Дела И снимкам Из похода Дятловцы Использовали В походе Фотоаппараты Одной Марки Зоркий Это Небольшой Фотоаппарат Причем Не зеркалка А Дальномерный Вот Почему На фотках Где Заметен Этот Фотоаппарат Мы видим Два Круглых Окошка По обеим Сторонам От Видоискателя Эти Окошки И есть Части Видоискателя В зеркалке Когда вы Смотрите Видоискатель То видите Изображение Таким Как Оно Будет На фотографии В Дальномерке Видоискателя Отображается Как бы Совмещенное Изображение Из двух Линз Дальномера И чем Больше Оно Совмещено Тем Правильнее С дальномером Легче Зеркалки Во времена Плёночных Фотоаппаратов Дальномерками Кроме прочего Пользовались Журналисты Которым Надо было Быстро И качественно Делать Фоторепортажи Сам по себе Снимок Где Человек Держит В руках Фотоаппарат Не означает Что этот Фотоаппарат Принадлежит Этому Человеку Поэтому Глупо Было бы Подсчитывать Фотоаппараты Просто По снимкам Где у кого-то В руках Есть Фотоаппарат Но Если Подавляющее Большинство Кажеров На какой-то Плёнке Снято Одним И тем Же Человеком Это значит Что Либо Плёнка Была В фотоаппарате Этого Человека Либо Человеку Дали Фотоаппаратом Попользоваться Общественности Известно Всего Шесть Плёнок Из Гораздо Большего Количества Плёнок Снятых Дятловцами Во время Трагического Похода Привожу Нумерацию По проекту Хибино Файлы Плёнки Один И два Сняты Кривонищенко Причём Вероятно На два Разных Фотоаппарата Но Это Моё Предположение Плёнка Третья Снята Непонятно Кем К походу В ней Относится Только Последний Кадр Запечатлевший Зину Также На плёнке Есть кадры Свердловска Незнакомой Компании Молодых Людей И Снека Его Зимнего Похода Выходного Дня И на Восьмом Кадре Там Запечатлён Студент Якименко Будущий Поисковик Якименко Держит В руках Фотоаппарат Также На соседних Снимках Однозначно Можно Опознать Дятлова И Бартоломея При этом Плёнка Номер Три Имеет Связь С плёнкой Номер Пять Потому Что Пятая Плёнка Начинается Кадром С того Же Места Которое Снято На Третьем Кадре С Третьей Плёнки И Всё Начало Пятой Плёнки Посвящено Тому Же Походу Выходного Дня На Снимках Пятой Плёнки Относящихся Походу Выходного Дня Также Опознаются Дятлов И Якименко После Чего Идут Снимки Уже А поскольку У Слободина Был Фотоаппарат То Плёнка Номер Пять Снятая Слободиным Находилась В этом Фотоаппарате Плёнку Номер Четыре Сняла Зина Плёнку Номер Шесть Снял Золотарёв Кадры На Плёнках Слободина И Зины Совпадают По Временным Отрезкам Кадры На Плёнках Золотарёва И Зины Совпадают По Временным Отрезкам Кадры на пленках Кривонищенко и Зины тоже совпадают по временным отрезкам. Из этого следует, что у Зины был свой фотоаппарат. Не он ли проходил в материалах уголовного дела, как Зоркий, номер 551-49-239? А если не он, то количество прослеживаемых фотоаппаратов увеличивается на 1 и равно по крайней мере 6. Таковы некоторые сведения и рассуждения, которые всплывают при сравнительном анализе обоих томов уголовного дела и фотографии из последнего похода группы Дятлова.